В общем, давай, дядька, проезжай. Время без 15.05. Я понял, что они специально цянули до самого вечера. Тянули до самого вечера, чтобы я бы здесь мог подъехать, заехать. Ладно, стой уже. Через бордюры перевалимся. А что делать? А другому никак. Вот, они специально ждали, чтобы можно было здесь потом вот сюда к ним заехать. Куда? Я вот сюда? Ну, куда? Куда нельзя ехать. Я вижу, что туда нельзя ехать. Я сейчас стану, я улицу перекрою, как бы. Проезда не будет. Это сейчас. Вот. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, теперь понятно, почему меня продержали до пяти часов вечера. Чтобы эту улицу освободить, вот поставил по улочке. Здесь все стояло машинами заставлено. Если меня поставить выгружаться рядом, то здесь просто никто бы не проехал. Так вот, все, приехал. Наши коробки доехали без проблем. Все легенькое, но приходится, правда, самому помогать рохлей. Ничего страшного. Жарко, правда, под тентом здесь очень жарко. Ну ладно, чуть-чуть разомнемся. Тем более здесь, получается, машина стоит вот так вот, с горки возить вообще. Она сама едет, даже никаких усилий прилагать не надо. Вот такая специфика, по-другому никак. Если, ну сейчас покажу, не хочу человека смущать, хозяина. Ну вы сами понимаете, если вот здесь вот все было заставлено машинами, и если вот так вот было поставить меня рядышком, не так, как сейчас стою, а вот тут вот рядышком, просто никто проехать бы не смог. Вот поэтому мы и стояли до самого вечера. Будем разгружаться. Время 6. Все. Так. Карточка лежит. ЦМР-ка отмечена. Груз выгружен. Выгружен. Разгружен. Едем под кирпич. Ну, задом сдавать не вариант. Поэтому поедем сюда. Вот так вот выедем наверх и все. Едем, едем, едем мы, друзья, едем. Мы все-таки едем в Германию. Перепроложить. Не вписываюсь. Эх, бордюр цепляю. По-другому тут никак. Я не влажу здесь. Пустой, не страшно. На следующем повороте поверните направо. Пока мы тут стояли. Ну, еще раз повторюсь. С чего стояли? Ну, это я уже так сделал вывод, что... На следующем повороте поверните направо. Это... Если бы он меня здесь поставил выгружаться днем, то здесь дорога была бы перекрыта. Проехать бы никто не мог. Все поругались. Испанцы народ горящий. Порку, Мадонна, Унна, Беста, Хамдурля и так далее и тому подобное. Направо, на дороге, сходовое движение, сходовое движение, сходовое движение, сходовое движение, сходовое движение. Пока мы стояли, с Испанией так ничего и не вылезло. Напомню, сегодня среда. С Испанией загрузки только на следующей неделе, на понедельник. Это очень плохо. В каком смысле? Мне это очень хорошо. С какой стороны? Можно было сходить покупаться. Да. Плюс. Кстати, так и не получится. Я и не схожу. Сейчас объясню, почему. Плохо что? Сидеть. Ну, как сказали, как все объяснили, мы в Испании. Я говорю, первый раз. Машина второй. Вот. Что хочу сказать? А, сказали, что испанцы в пятницу. Не работают. Понедельник практически не работает. То есть, рабочих дней у них вторник, среда, четверг. Загрузиться в пятницу практически нереально. Ну, с учетом того, что их и нет погрузок. Я что-то не понял, на Барселону куда было указать? Одна прямо ведутся. Одна прямо ведутся. 60 метров. Выполните разворот. На дороге с круговым движением. Съедьте. Использую четвертый съезд. А, ну... Что так, что так. Четвертый съезд. Сейчас все равно уйдем на Барселону. Мерей продолжить. Вот. Поэтому шансов загрузиться нет. Стоять четыре дня, ну да, сходить на море, ну, день. Ты ж не будешь день такой жарой сидеть на этом море. День сидеть в кабине просто невозможно. Я сегодня вот целый день машину не глушил. Получается, сейчас четыре дня, это в лучшем случае, ты ее глушить не будешь. Что-то, что выстрелит завтра утром, назад, на четверг или там на пятницу, шансы практически нулевые. Их почти нет. Вернее, 99,9% что их нет. Держитесь по мне, за 15. А здесь с Германией, я уже говорил, там какую-то бумагу на Владимир, по-моему, еще точно заявки не видел, ну, вроде бы так. Они одуплились к вечеру, целый день молчали. А к вечеру одуплились. Так что вы к нам приедете? Короче, все, подтвердили. В общем-то, вариант неплохой. Плохой в чем? Что тысячу километров, 1100. Так, 1100, даже 1200 на этом. Нет, 1200 не получится. Это 1100. 1200. 1200 бежать порожняком, но бежать в сторону дома, не удаляться. Это хорошо. Это хорошо. В принципе, деньги там дают адекватные. Поэтому... Ох, смотрите, какая тут красота. Поэтому мы решили ехать, не стоять здесь выходные, дуреешь тут. Хоть и море рядом, ты дуреешь тут на этой жаре сидеть. Стоять. Держите, извините. А как вы же не используете 72 километра в час? Не, ну, конечно, Барселону не надо. Да, едва ли 32 километра в час? 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 Держите, 9 километра. Вот. Что-то тут заблудилась Машка. Потерялась. Сейчас уже все нормально. Вот, поэтому чем стоять? И... Жарится здесь. Решили ехать в пятницу. Загрузимся. Не знаю, успеем мы в пятницу на паром, не успеем, в субботу на паром, в субботу мы на паром не успеем. Может, только что, если вечером, короче, не будем пока загадывать. Ну, в любом случае мы будем стоять. Мы будем ехать, а не стоять. Здесь выходные. Потому что еще не факт, что потом еще и в понедельник загрузишься. Мало ли что-нибудь не получится. И, короче, тут одуреешь тут в этой Испании, и ты с жарой сидеть. А так, ну, в общем-то, деньги, в принципе, нормальные. Ну, еще с учетом того, что вот эти 1200 мы будем идти пустые, с расходом топлива. А тут это двадцатку потащим. Расход топлива. Короче, нормально. Все, решение принято. Галочки поставлены. Только заявка не подписанная. Я говорю, может, сначала подпишем заявку, потом поедем. Я говорю, все там. Мамой клянется, что все нормально. Делает заявку сейчас. Короче, я получил команду. Все, рулим. Валим. Обратно этой же дорогой. Сейчас на Барселону. Мимо Барселоны. По объездной. И дальше туда, опять на Францию. Сегодня много не поедем. Я забил точку. Паркинг 326. Сейчас 315 километров осталось. Вот, по идее, до него я должен добежать. Большая стоянка. Горят, хорошая. По отзывам. Там переночуем. Зазавтра практически всю Францию, по идее, должны взять. И в пятницу с утра добегаем до загрузки. Загрузка в Германии, но на границе с Францией. Возле Франции. Где-то там, рядышком возле Страсбурга. Все, погнали. Смотрите, какая потрясающая горная гряза в Перезе. И такая вот резко такое повышение в высоту. Так вот, если справа смотреть, то вот за так, ну, горки, горки, горки. Потом, бах, так вот резко. Интересно, красиво смотрится. Красиво, красиво, да. Сейчас нам надо будет, где-то будет заправка. Заехать здесь. Первая же, которая вот в районе Барселоны. У меня вот товарища Гришка. Устин футболист. И фанат футбольного клуба Барселона. Говорит, футболку притаранить. Я говорю, блин, ну, Руслан, не обещаю. Если бы висел, то да, я бы тут пошлялся бы по этому городу бы там завтра, послезавтра. Где-нибудь бы я бы ее нарыл бы, по-любому. Ну, а так, с учетом того, что мы поехали, могу посмотреть только на заправке. Ну, заехать посмотреть надо. Понятно, что там будет дороже. Руслан, говорит, любые деньги. Посмотрим. Заскочим, глянем. Где-нибудь здесь до Барсы. Или на объездной. Или после нее. В общем, на ближайшей. На ближайшую Танкштеле. Танкштеле по-немецки заправка. Испанская платка. Так. Где буква Т в кружочке нарисована, нам туда не надо. Вот сюда нам надо. Так. Где наш тикет? Тикет, тикет. Да. Только хочешь 9 евро. Ой, стой, не ту карточку взял. Надо свою забрасывать. Путанжи давай. Почему реведерчи? Не желаем. Не хотят желать, видите. В Италии все. Грация, реведерчи. 9 евриков. Сейчас за Барселону будет еще одна платежка. Там опять возьмем тикет и уже туда. К французской границе. Там будет последняя. 30 евро 5 центов. Там будет стоить это удовольствие. Сейчас 39. А сюда я ехал, но я по другому автобану ехал. Это как бы объездная. Я же с Барселоны шел, а это объездная Барселоны. Оттуда у меня там вышло по объездной. С Барселоны на том автобане 15 евро. Здесь на 6 евриков будет дешевле. До свидания, Испания. Мы еще вернемся. Там почему-то я в этом даже ни чуточки не сомневаюсь. Что-то мы вернемся. Мы приедем. Красивая города вообще. Вот это вот гряда, про которую я говорил. Такое резкое возвышение. Это как раз до Франции по светлому проедем. То, что вчера ехали в темноте. Проедем по светлому. Посмотрим на природу. А тот автобан, он справа. По которому я ехал тогда. Порта де Барселона. Порта де Барселона. Паркин для грузовиков. Через 2 километра съезд. Это откуда мы тогда выползли. Там, где мы были. Мы же там и стояли. Эту ночь ночевали. Нормально так вот, да? На скалу забрались, домов настроили. Не боятся, что она? Не боятся, что она вот так вот оболзет вниз. Так стрёмненько выглядит. Согласитесь, возьмет так. Кусок скалы объедет. Так, через километр заправка. Заезжаем. Сходим, посмотрим. Майку. Ну, выглядит так немножко ненадежно. Не знаю, мне вот снизу так кажется, что... Вот совсем ненадежно эти горки выглядят. Согласитесь, вот что вот это... Желтое, это что, объехать запросто? Так, заправка. Сейчас так и поедем. Паркинг для грузовиков. Ну, нам тут припарковать... А, мы вот здесь вот сейчас прямо и станем. Мне на пять минут буквально. Буз, буз, буз. Ну, мы вот сюда на пять минут станем и поедем потом. Забежим, посмотрим. Так, тут у нас ресторанчик. Ресторанчик нам не надо. Кстати, вот интересно. Туалет бесплатный? Да, пожалуйста. Просто туалет в Испании бесплатно тоже. Не Германия. Так, тут что? Так, тут я не знаю, что. Пойдем еще вокруг, обойдем. А где сама заправка? Именно... А, вон там, наверное. Вон они, вон там, живут наверху. Ну, стремно, правда. Не знаю, мне было стремно. Иртека отдыхает. Платная стоянка. Так, заезжаешь сюда. Шлагбаум, все дела. Есть платная, есть бесплатная. Бесплатная вот здесь. Я что-то тут не нашел ничего такого по поводу. Заправка. Где заправка? Где что? Трак-парк. А, заправка, наверное, вон там дальше. Точно. Одна ночь с 9 до 12 часов 18 евро здесь стоит. Неплохо так. Вон, заправка дальше. Наверное, знаете, что сделал? Я поеду туда, подъеду. А тут, вот видите, вот это бесплатно. Пойду я подъеду. Что я буду ходить-то? Я думал, там места нету. Там места он хватает. А что тут еще? А, сутки 30 евро. 45 часов 40 евро. Вот так вот. Огонь. Нету нифига. Будут еще попадутся. Еще заеду, посмотрю. Вот она такая какая-то заправочка небольшая. Ну, ни там, ни в ней, ни здесь, ни там, ни в отеле. Нигде ничего нет. Ну, это как. Все серьезно. Огорожено. Перекрыто. Подъехал сюда ближе. Думаю, ну, в баню идти. С того конца заправки сюда пешком. Стоянки, вернее. Ишь, не надо здесь стоять. Не знаю, все равно хлипко как-то оно выглядит там. Особенно вот эти. Ну, посмотрите. Такое ощущение, что оползти, ну, может, в любой момент. Хороший ливень. У меня стрит. Не дай бог, конечно, кто тут уходит. Все, ладно, покатили дальше. Вот что я вижу сейчас в первый раз, так это марокканскую фуру. Ма, Марокко. Хотя вот сзади вроде как номера испанские. Но на тягаче, а нет, прицеп испанский. Джирона Спейн. А тягач марокканский. Это как? Что-то непонятные какие-то. На тягаче прямо Марокко написано. Марокко. Ма, это аббревиатура. Как у нас РУС. Интересно. А прицеп испанский? У марокканца можно испанские прицепы таскать? Может, кто знает? Проконсультируйте. Балбесах. Барселонская объездная. И все, сейчас вот. Оббегаем Барселону. И побежали в сторону. Францик километров. 160, наверное. 170 отсюда. До французской границы. Барселона у нас справа. Где-то там. Причем вся. Ну, не только там. Тут тоже. Я так понимаю, это тоже Барселона. Ну, интересно. Ма, Марокко. Сейчас загуглю специально. Ну, это ж... Вот у него так было написано. Почему прицеп испанский? Ма, Маркко. Сейчас. best intelligence. Играет музыка 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 За ними нас ждет Франция Осталось до Франции Километров 60 Совсем чуть-чуть Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка За 2,38 Я думаю забежим Сейчас где-то надо только тормознуться Еще на очередной заправке Глянуть майк Играет музыка Вот еще на 2 заезжал Не было Ну тут нету Тут они такие маленькие в Испании Это не то что в Германии Как там эти автаховы Так там Все что хочешь продается Шмотки Игрушки И так далее И тому подобное А здесь они такие Маханьки Там водичка Туда-сюда Сигареты И все Но все равно тормознусь Посмотрю И уже на буду французский Дозвол еще нарисовать Чтобы уже на границе Не останавливаться И все И катить 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 Спокойно катить дальше А вот пошли В приграничный уже город Вот тут стоянки Сейчас тут с правой стороны Будет наверное там еще и таможня Все дела Короче Вот А тут у нас уже И платежка сразу Ээээ Будет денежку отдавать Ну да Ой простите Я вас пока сюда поставлю Чихо-чихо-чихо-чихо-чихо Не будем торопиться Затем мой кошелек Карточку достать и наш тикет пожалуйста карточку говорит давай без карточки никак нет говорит никак 30,5 евриков отслюнявили ну все дальше же по франции уже будем до кавычки оплатить вот ну что сказать тут по испании то с другой стороны 6 километров франция другой стороне так как таковой то испании ты не видели еще чем идут 200 грубо берем 200 в одну сторону 200 в другую получилось так примерно по то есть что тут грубо то до 203 километра вот у меня сейчас получилось ну еще 6 210 то есть все испании чтобы посмотреть надо пересечь туда сторону португалии с этой стороны а потом с той стороны пойти вдоль побережья в ту сторону поэтому там через францию вот здесь наверно вот таможня тут вот все парковка большая можно было здесь конечно майку сходить посмотреть но смысла уже я не вижу что время уже девять вечера вот эти тут куча грузовиков паркуется там тут но нам сюда пока не нужно в этот раз он уже тот замок на горе вот еще вот здесь я так понимаю вот таможня экспедиции потому что судя по прицепам здесь вот наш брат стоит много машин и немного но короче вы поняли посыл что хотел сказать надожди на я проеду конечно грузовиком нельзя в этом ряду поэтому сваливаем здесь шутки плохие мы пустые но ничего будем подниматься потихоньку тут вот подъем такой хороший как раз тут получается вот сам этот перешейк перепрыгиваешь и уже гуливаешься во францию дашка говорит что через 700 метров пограничный переход не врет грация 500 метров и отсюда 117 километров до стоянки все грация соли как тут по-испански спасибо синьор и вот мы его франции право через 150 метров нельзя на карак тут контроль и какие-нибудь стоят еще что нибудь туда и сюда загоняют даже тут и перекрыто все видите на самой границе и не станешь раньше было ну когда вот эти всякие тут пограничные там дела тут происходили хотя тут когда пограничные тут же у них давным-давно все открыто как таковых границ то нет доброе покатили сейчас все равно стемнеет видно не будет ничего погнали до стоянки спать на сегодня 70 грузовика давайте будем спускаться значит 70 вот кстати сейчас посмотрим на эти человек не хочет спускаться 70 за нами не хочет как хочет дело хозяйская много зарабатывает спанцы люди горячие но тут похоже это должен быть вот прямой а через 18 километра аварийный съезд на случай отказа тормозов там еще чего-нибудь сейчас поедем посмотрим на него сравним есть чем этот меня обогнал я 75 спускаюсь меня обогнал и все сильно не удаляется не хочет особо шалить тоже да вот сейчас видите в самый вот вершина пик как говорится хребет на самом хребте по самому хребту проходит граница между странами так 300 метров смотрим еще что-то увидим самые красивые такие четкие я визу это в австрии вот здесь вот пожалуйста вот сюда аварийный что там дальше волоса метров 300 засыпанная по-моему гравием и и куча насыпь ну тоже так скажу я вам ну это по идее там гравийка засыпана и там по идее она должна остановиться когда ты летишь с горы колеса там должны увязнуть и ты должен успеть остановиться как-то так ну 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 Продолжение следует...